особенно вот эта страница с зельями это прям шикарно всем привет с вами у нас шатер пиксель данжен новости от разработчика от его на он выпустил посту относительно давно но я смог все-таки только сейчас он добежать вот скоро выйдет шатерет пересмотр журнала привет искать для приключений июль подходит концу но он уже подошел а и я должен вам сообщить новости к сожалению пропущу предыдущую оценку бета-версии в июле в основном это связано с тем что бета 2.50 стал гораздо более масштабным но чем я изначально планировал я ожидаю что версия до 5.0 будет готов быть тестируем примерно второй половине августа а пока давайте рассмотрим некоторые новинки которые появятся в ближайшее время изначально я планировал ввести некоторые целевые улучшения интерфейс журнала версии до 5.0 но постепенно привыкли привело почти полные его переработки в этом сообщении блога я стараюсь основной точно этих изменений журнала и других улучшениях пользы интерфейса но есть некоторые изменения в игровом процессе который скажу в другом сообщении блога как а выйдет бета-версия приключенческие заметки первое серьезное изменение журнала касается и раздела заметок о приключении который выйдет в настоящее время в виде списка который и записывает достопримечательности подземелья такие как неиспользуемые ключи и ориентиры однако расположение списка и одинаковые визуальные эффекты делают полиски интерфейс довольно громоздким что он практически не используется чтобы это исправить я переделал этот интерфейс чтобы сделал его более сеточным это тот интерфейс более компактен и наглядем благодаря чему вам будет намного проще с первого взгляда увидеть где находятся важные вещи отдельные элементы сетки также можно выбрать для просмотра и более подробного описания что очень важно особенно для новичка благодаря более компактного польского интерфейса также есть время для добавления некоторых новых типов ориентиров на время для специальных этажей вы также можете заметить значок небольшой плюс в правом верхнем углу который ведет к еще одной функции который поддерживает польский интерфейс после многих запросов шатер пиксель данжен наконец-то будет поддерживать пользу и заметки вводимые пользователям то есть вы можете сами писать заметки вводимые пользователям на этаже например не знаю там ну например не знать 4 этаж грубо говоря канализации там много храбов и там это заметку напишите или не значит забыли там например не знаю латную броню грубо говоря вы написали латная броня и так это крайне удобно вот версии d5 можно было записать собственные заметки и прикреплять их предметам или этажам подземелья заметки может содержать любой текст по вашему желанию даже появляться в элементах описания элементов с которыми это связано это не только поможет людям отслеживать информацию между играми си сессиями но также позволит игрокам отмечать подразительные свойства предметов которые они еще не идентифицировали вот например люди знают на сто процентов что грубо говоря неопознанное зелье это зелье исцеления у них пока нет возможности его опознать но они его просто возьмут спам благодаря заметкам и версии d50 смогут его просто прописать и им уже не нужно будет по сути говоря его опознавать потому что они изначально знают что это за зелье очень удобная вещь каталоги еще одна боль часть пользуется интерфейс журнала который нуждается в более компактным дизайне текущий интерфейс содержит все предметы около 100 штук и переполнен 7 вкладками и поддержит только около девяти элементов видимых одновременно как и случае с заметками приключениях я перейдем с каталоги в новый пользователь интерфейс в основе сетки и значительно их расширил с помощью пользовательской интерфейсе сетки в каталоге можно поместить гораздо больше предметов поэтому я расширил их общее количество примерно 100 предметов чтобы включить почти все предметы в игре ну собственно как вы видите большинство прям в игре у на самом деле очень удобно особенно вот эта страница с зельями это прям шикарно ну и не только зельями там тоже тот же бестиарий прям вообще шикарно будет в зельями это прям в начале каждого подземелья вам очень удобно будет есть вы сразу будете знать что вы опознали я например постоянно роюсь в этом то есть еще какие пошли у меня познаки не опознанные свитки опознаки не опознаны вот это вот очень важная строка благодаря ей можно будет просто опознать все но зачем остаться достигнутом еще одним частым вопросом был внутриигровой бестиарий поэтому я решил и вы удовлетворите это требование пользовательской интерфейс каталога теперь включает себе почти всех персонажей игра также ловушки растений и исторические документы на последней вкладке исторические документы это лор игры по сути говоря что очень полезно про растение растение тоже очень удобные то есть новичок сразу сможет открыл растение посмотрел то есть видит он перед собой растение залез открыл посмотрел ага то есть тут такое то растение понятно что она делает понятно те же мобы то есть видно сразу всех мобов что очень удобно всего в каталоге осталось 500 тысяч которые могут открыть для себя игроки в дополнение ко всем этим новинкам я изменил дизайн значков которые прикрепляются к этим каталогам всего существует 9 значков 5 на достижение определенных пороговых значений заполненные записями каталога основана более конкретных деталях каталог также отслеживаются некоторые статистические данные как часто был враг убит как часто используется расходный материал и как часто обновлялся предмет снаряжения на самом деле вот этот последняя строчка которая присутствует очень важно потому что для мобов то есть можно будет статистику вести например в конце когда вы прошли подземелья можно будет просто открыть статистику например не знаю крыс вы например убили 100 штук не знаю крабов 10 вам не знаю злобоглазов 5 и так далее что очень полезно сколько используются расходы снаряжения то есть вы сразу будет понятно пили вы зелье исцеления либо не пили вы зелье исцеления если вы играете без испытаний то есть вот эта вот посредняя строчка которая представлена она крайне полезная которую он добавит а я вон в этом вопросе конечно молодец другие изменения журнале хотя эти два изменения интерфейса являются крупнейшим мнением журнала в этом обновлении есть еще несколько важных более мелких значки можно рассмотреть в игре с помощью пользуются интерфейса журнала вы можете посмотреть значки полученные вами за забег и значки в целом раньше это было невозможно увидеть разблокированные значки до завершения забега на самом деле тоже очень полезно потому что ну понятное дело что опытные ребята знают и так что за значки они прошли они это элементарно читают по столбику который у них идет подсказки слева слева низ но например для тех же новичков будет очень полезно они будут элементарно знать плюс-минус сколько они очков заработали особенно те люди которые проходят например на на миллион очков для них это будет очень важное открытие потому что она элементарно вы будете как говорится видеть сколько вы примерно очков заработали и сколько вам примерно еще осталось руководство по алхимии теперь можно посмотреть непосредственно сцене алхимии если вы играете на достаточно большом экране это сделать алхимию намного удобнее поэтому что как все пользователи настольных компьютеров уже наслаждаются панели инвентаря в основном пользоваться интерфейсе ну по поводу алхимии сложно сказать насколько она полезная ребята играют не только на поле на пк поэтому для них это я бы не сказал что очень удобно будет опять же она рассчитана чисто на большие экраны поэтому спорная ситуация в целом ну сделано удобно в плане того что она грубо говоря под руками тебе не надо никуда лезть выходить смотреть что-то то есть ты сразу грубой взгляд вправо перевел то есть видишь рецепт а то есть белон пота накидать и накидал не каждый раз открывать закрывать ну с одной стороны удобно но для маленьких экранов это будет крайне неудобно то есть например для кого-нибудь если вы играете с телефона скорее всего у вас просто интерфейс наложится сам на себя то есть у вас вряд ли что-то получится пунктная по крайней мере либо все будет настолько маленькая что не знаю даже возможно даже алхимия это как ну то есть вот именно алхимия знаю насколько маленький экран там должен быть чтобы он его поддерживал ну что могу сказать играйте в портретном режиме точнее не в портретном а в ландшафтном портрет на это получается у нас говорится как все телефоны выглядит а вот ландшафт на это как уже персональные губой компьютеры планшеты и так далее то есть они по размеру по крайней мере единственно это выход как вариант по крайней мере да не уловно дело привычки но все же это нововведение все таки наконец кнопка значки в главном пользовательской интерфейсе будет была заменена кнопкой журнал который позволяет значки каталоге против и путеводителей из главного меню по поводу журнала сказать сложно в целом ну в целом ее наш нужно будет посмотреть говорится пощупать потому что пока она не сказать чтоб сильно удобно но в целом а прогресс удобно в любом случае потому что вы элементарно можете видеть общие значки общее кто как проходил и так далее на самом деле обратите внимание что открыто у разработчика по крайней мере на скриншоте представлено у него не открыто из борьба с испытаниями если вы понимаете о чем я то есть не не проставлен кубок не открыты пираньи не открыты босс тенгу не открыты еще тут половина испытания на тысячу очков не открыто то есть это получается общая строчка которая присутствует в игре но у него открыто пройти уровень незамеченным что очень полезно то есть пол как называемые достижения пацифиста то есть ник никого не ударив вот новый интерфейс сделал лучше ситков улучшения кроме того хотя это не изменение журнала последствия существенное изменение пользы интерфейса которые появятся в версии 2.5.0 касается свитков обновления умная прокрутка использование улучшения чрезвычайно важная часть эффективной игровой стратегии но несмотря на это игра в настоящее время не делает ничего чтобы на самом деле показать вам как улучшение влияет на тот или иной предмет фактически единственный способ это узнать как принят реагирует на обновление в настоящее время это потратить на него свиток я изменил это версии 2.5.0 и он говорит добавив полис и пользовательский интерфейс который суммирует как обновление предмета которая повлияет на него как к свиток будто из обновление фактически израсходована переводя на русский язык что сделал вот собственно как будет иконка выглядеть вы нажимаете свиток апгрейда и вот выбираете например ну тут судя по всему представлена сабля с которой начинает этот дуэлянт вот собственно представлен ассамбле его групп горя увидите то есть на нулевом уровне то есть она будет вот такие вот статистики на на уровне плюс один она уже имеет как говорится вот такие вот статистики то есть в принципе это удобно особенно для новичка это прям будет шикарно то есть он сразу будет видеть ага но и обратите внимание что можно выйти то есть можно кнопка баск то есть называемая такая назад крайне полезная кнопка то есть вы плюс-минус можете сориентироваться но в любом случае понятно его что профессионал знает куда нажимать но мы сейчас говорим не про села ха новичка которых в котором просто или интерфейс будет более скажем так понятен я надеюсь что это сможет улучшить механику обновления особенно для менее опытных игроков огня показаны почти все характеристики в игре которые масштабируются с обновлениями и правильно обрабатывать таких лучших как неопознанные предмет и даже отображают дополнительную информацию такую вероятность снятия проклятий или чар на самом деле снятие проклятий или чар тоже очень полезная характеристика особенно для новичка потому что я вот много раз когда просмотрел прохождение я видел что ребята бегают с проклятыми предметами то есть они грубо говоря деле проклятый инвентарь и бегают с ним с проклятым инвентарем а вот тут вот благодаря этому можно будет увидеть и что есть шанс снять те на примере свитка апгрейда именно снятие проклятия если вы опытный игрок и беспокоит что вам это окажется громоздких возможно вы будете рады узнать что у вас есть возможность нескольких прокруток окно будет автоматически повторно отображаться после каждого обновления стоит выгрузку нескольких улучшений в предмет фактически быстрее чем раньше быстрее чем раньше это хорошо то есть скажем так мы плюс-минус знаем что мы будем грейдить но опять же не всегда получается грейдить все подряд поэтому на самом деле он вот это вот апгрейды это как раз с помощью свитков апгрейда очень удобная вещь хотя все эти изменения не влияет напрямую на игру процесс почти все они давние вещи которые я хотел сделать хотя версия 2 и 5 0 и не решайте задачи в частности еще хочу улучшить поддержку контроллеров они определенно контроллеры чтобы вы понимали это управление вашим персонажем то есть он более лучше будет управляться на самом деле это шикарно и он в этом вопросе каш правильном направлении этого молодец она определенно немного служает от список поддержка контроллеров хотя это и означает что обновление выйдет немного позже это намного лучше чем мой первоначальный план просто сделать одну или две вещи а как я уже упоминал в начале статьи ожидаю что в этой версии 2 5 0 выйдет примерно в середине августа имейте ввиду что хотя я всегда стараюсь придерживаться предоставленного расчетных сроков они являются лишь всего лишь приблизительными если вы не получили от меня извести к ожидаемого время прибытия означает что я все еще занят обновлениями ну собственно вот как говорится ссылку на статью эвана я вам предоставлю в описании поэтому если вот собственно она вот так вот выглядит но это у меня транслит google переведен для того чтобы вам более удобно читать также я постараюсь для других наших иностранных ребят перевести англичан и других чтобы тоже была возможность прочитать чтобы узнать тоже новости про обновление также предоставлю ссылку я уже про этом говорил в принципе все всем большое спасибо за просмотр с вами был андрей всем пока